Привет всем! Как вы думаете, какие изменения произойдут с вашим организмом, если ежедневно включать в рацион свеклу? Этот доступный овощ может принести невероятную пользу вашему здоровью. Но вначале подпишись на канал, поставь лайк, а я сейчас расскажу. Свекла – это овощ, который можно найти в любое время года на полках магазинов и рынков. А если вы садовод, то выращивать ее самостоятельно просто замечательно, ведь вы будете точно знать, как и в каких условиях был выращен этот полезный корнеплод. С самого детства нас учат о пользе свеклы, но многие из нас не используют эти знания. Но она богата витамином В9 или фолиевой кислотой, которая помогает предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы, что нам очень важно. Помимо этого, свекла содержит множество важных для здоровья микроэлементов. Регулярное употребление свеклы способно привести к заметным изменениям в нашем организме. Во-первых, если у вас проблемы с кишечником и вы часто прибегаете к слабительным, свекла может стать вашим помощником. Благодаря высокому содержанию клетчатки, она мягко очищает кишечник, избавляя от токсинов и шлаков. Природные сахара, содержащие свекле, помогают нормализовать микрофлору кишечника и бороться с патогенными микробами и бактериями. Свекла также помогает при различных желудочно-кишечных проблемах. Она улучшает работу всей пищеварительной системы, предотвращает развитие патогенной микрофлоры и может быть использована для приготовления средств от лямблей. Люди, страдающие панкреатитом, также могут оценить ее пользу, так как свекла помогает снять симптомы этого заболевания. Кроме того, свекла способна снижать артериальное давление. Если у вас есть склонность к гипертонии, свекольный сок поможет поддерживать давление в норме, даже если вы уже принимаете лекарственные препараты. Исследования показали, что свекольный сок, как свежий, так и вареный, одинаково полезен. Выбирайте тот, что вам по вкусу. Ежедневно пейте по 200 мл. Свекла помогает поддерживать сосуды в тонусе, обеспечивая нормальный кровоток, что особенно важно для здоровья мозга и сердечной мышцы. Таким образом, этот корнеплод играет важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, защищая сосуды от кровоизлияний и тромбозов, а также снижает риск возрастных неврологических изменений, такие как старческое слабоумие и ухудшение памяти. Свекла обладает уникальной способностью накапливать нитраты, которые при попадании в организм превращаются в нитриты. И один из таких нитритов является окись азота, способствующая повышению эластичности сосудов и снижению артериального давления. Кстати, свекла также может повысить потенцию у мужчин, благодаря улучшению ее кровотока. Кроме того, свекла богата антиоксидантами, что позволяет нейтрализовать свободные радикалы в организме и предотвращает изменения в клетках, ведущие к онкологическим заболеваниям. Она также замедляет старение организма на клеточном уровне. А можно ли употреблять свеклу беременным и кормящим женщинам? Конечно, да! Свекла обладает множеством терапевтических свойств, которые делают ее незаменимой для будущих и кормящих мам. Фолиевая кислота играет ключевую роль в развитии плода, особенно на этапе формирования нервной системы, помогая предотвратить пороки развития у ребенка. Железодефицитная анемия – это диагноз, с которым сталкиваются практически все беременные женщины, особенно со второго триместра. Свекла – это не только богатый источник йода, но и отличный способ поддержания нормального уровня гемоглобина в крови, что обеспечивает достаточное снабжение плода кислородом. Йод в свекле важен для беременных и кормящих женщин, особенно если есть проблемы с щитовидной железой. Но не забывайте, что в любом случае надо изначально проконсультироваться с вашим лечащим врачом. Будущим мамам и кормящим женщинам рекомендуется избегать лекарств, поэтому натуральные способы таких употребления свеклы могут помочь поддерживать нормальное давление. Но однако, если у вас диабет, стоит быть осторожными со свеклой из-за ее высокого гликемического индекса. Также важно помнить, что свекла снижает усвояемость кальция, поэтому не стоит увлекаться ею при его дефиците. Свекла – отличный помощник в снижении веса. Включив ее в монодиету, можно за несколько дней сбросить немного лишних килограмм. Благодаря содержащему в свекле бетаину, белок лучше усваивается, а клетчатка помогает уменьшить чувство голода и улучшает метаболизм. Свекла мягко очищает кишечник и выводит вредные вещества из организма. Куркумин, содержащийся в свекле, помогает бороться с накоплением жиров. Но это еще не все. Свекла обладает противовоспалительным и обезболивающими свойствами, что полезно при менструальных болях и может улучшить самочувствие при депрессиях. Как же лучше всего ее есть? Максимальная концентрация полезных веществ содержится в чистом свекольном соке. Однако, чтобы избежать дискомфорта, рекомендуется разбавлять свекольный сок морковным или яблочным. Еще одним полезным вариантом будет сырая свекла. Но есть ее нужно в небольших порциях, чтобы избежать проблем с ЖКТ. Натрите корни плод, дайте ему немного постоять или смешайте с другими овощами, например, с морковью или яблоком. В вареном, запеченном или тушеном виде свекла особенно полезна при кишечной непроходимости. Для борьбы с запорами салаты затворной свеклы стоит приправить оливковым маслом и съесть перед сном. Маринованная и квашеная свекла всегда считалась отличным средством от цинги. Полезной является не только сама свекла, но и ее ботва. Добавляйте ее в супы, салаты и рагу. Осенью ботва свеклы содержит больше минералов и витаминов, чем корнеплод. А еще из нее можно сделать вкусный и полезный напиток. Свекла отлично сочетается с яблоками, морковью, сметаной и чесноком. Попробуйте салаты свеклы с черносливом и грецким орехом. Это не только вкусно, но и полезно для кишечника. А еще, конечно, борщ. Чтобы сохранить максимум полезных веществ, добавляйте натертую свежую свеклу в бульон или тушите с небольшим количеством воды. Ребята, свекла это не только полезный, но и доступный продукт с долгим сроком хранения. Даже после зимы она сохраняет свои полезные свойства, что особенно важно весной, когда организм нуждается в витаминах. Однако помните, что существуют и противопоказания. При подагре, артрите, пониженном давлении и расстройстве кишечника свежевыжатый свокольный сок пить не стоит. Людям с диабетом следует ограничивать количество свеклы из-за высокого содержания природных сахаров. Также свекла препятствует усвоению кальция. Поэтому при остеопорозии и недостатке кальция нужно быть осторожным. При наличии камней в почках или мочевыводящих путях свеклу вообще не рекомендуется употреблять из-за высокого содержания щавелевой кислоты. Надеюсь вы узнали что-то новое о свекле и ее пользе. Ставьте лайк и подпишитесь на канал. Скоро будет новое полезное видео.